Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, где будут опубликованы, где публикуются записи всех наших вебинаров, абсолютно всех. И этот вебинар уже записывается и тоже будет там опубликован ориентировочно в середине недели. Третья ссылка для тех, кто хочет воспользоваться нашей услугой онлайн-курсы и обучиться дистанционно. И, наконец, последняя, четвертая ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где можно будет после окончания вебинара приобрести сертификат. Ну, а сейчас я хотел бы проанонсировать несколько вебинаров, которые состоятся позже. Во-первых, я хотел бы проанонсировать всю серию вебинаров, которые проведет компания Степик. Сегодня первый из этих вебинаров. Второй состоится на следующей неделе. Приведет его Юлия Шувалова. Юлия Шувалова. И будет он называться «Приватные и платные курсы на Степик». Пройдет вебинар 11 декабря. Ну и, наконец, 20 декабря тоже Наталья Феофанова, как сегодня, проведет мастер-класс «Как создать онлайн-курс на Степик». Это будет уже такое более практическое, как я понимаю, представление материалов об создании онлайн-курсов. И я хотел бы проанонсировать три вебинара, которые пройдут после сегодняшнего на этой неделе, которые, можно сказать, завершат нашу неделю вебинарную. Это завтра в 15.00 вебинар Марина Орешко, нашей постоянной ведущей. О PowerPoint сказано не все, неизвестные возможности знакомой программы. 6 декабря, в четверг, Татьяна Телегина, тоже наша постоянная ведущая, наши библиографические ссылки. Знакомимся и тренируемся. Ну и, наконец, в пятницу, 7 числа, Юрий Николаевич Белоножкин, наш эксперт по онлайн-обучению, проведет вебинар «Почему не всегда надо конструировать онлайн-курсы педагогам? Или в чем преимущество их эффективной эксплуатации?» Все, на сегодня мои анонсы закончены. И я готов передать слово нашей сегодняшней ведущей Наталье Феофановой, директору по работе с курсами платформы Stepik. И сегодняшний вебинар «Образовательная платформа Stepik и ее возможности для авторов онлайн-курсов». Наталья, прошу нас. Добрый день. Я именно с вами не успела поздороваться. Рада вас сегодня видеть всех в чате. Надеюсь, что вы готовы один час потратить на то, чтобы поговорить о платформе Stepik. И я думаю, об онлайн-курсах в принципе в целом мы тоже поговорим. Надеюсь, вы запаслись историями о взаимоотношениях со Stepik, если у вас такие были. Или если нет, то вопросами ко мне. Давайте знакомиться. Меня зовут Наталья Феофанова. И я в Stepik работаю в первую очередь с массовыми открытыми онлайн-курсами, с партнерами, преподавателями, авторами и самими курсами тоже. Поэтому на вопросы про открытые онлайн-курсы я сегодня буду активно отвечать и вас спрашивать. Но если у вас есть какие-то другие вопросы к Stepik, вы, пожалуйста, их тоже мне сегодня задавайте и пишите. Я либо отвечу на них, либо отправлю вам полезные ссылки, где можно уточнить свои ответы на вопросы, либо я поделюсь контактами коллег, которые вам также помогут. И вот уже здесь был анонс, и в чате есть ссылки про нашу серию вебинаров. Я тоже немного про нее поясню. Сегодня у меня первый вебинар, и он такой обзорный. 11 декабря Юля Шувалова будет рассказывать про приватные и платные курсы. Платные курсы на Stepik появились совсем недавно, и все, кто интересовался этим вопросом, я вам советую прийти на вебинар и вот из первых уст узнать у Юлии, как все будет организовано и как можно такие курсы создавать. Ну и потом всех тех, кто сегодня послушает меня про открытые курсы, и всех, кто послушает Юлю про платные и приватные курсы, я приглашаю 20 декабря на мастер-класс по созданию курса. Конечно, это все в формате вебинара, но мы попробуем в таком режиме с вами интерактивного взаимодействия, какой-то курс разберем, посмотрим, что такое курсы, модули, уроки, шаги. Я покажу, как создавать типы заданий, какие они бывают, и можно будет по интерфейсу платформы со мной подробно поговорить. Если говорить про сегодняшний вебинар, то он называется такой обзорный вебинар про образовательную платформу Stepik. Я буду рассказывать в целом про Stepik, так как, возможно, есть люди, кто не знает, что это такое, я вас об этом, конечно, спрошу. Также я расскажу, какие цели можно решать с помощью платформы Stepik, кто работает с нашей платформой, какие цели люди преследуют для создания онлайн-курсов, какие вообще есть типы курсов. Я уже говорила, открытые, приватные, платные, я поясню разницу между ними подробную. И в конце разберем, какие же есть особенности, и какие возможности платформа Stepik представляет для вас, как для текущих или потенциальных авторов онлайн-курсов. И теперь небольшие организационные моменты. Во-первых, хорошо ли меня слышно и видно. Пока я говорила, в чате не было сообщений о том, что есть какие-то сложности. Если вдруг что-то будет, то вы сразу в чат напишите, я могу сделать громкость погромче. Ну, вроде пока все хорошо. Вопросы в чате. Я по ходу рассказа буду периодически заглядывать в чат и на какие-то оперативные вопросы, которые касаются как раз того, что я рассказываю, я буду отвечать сразу. У меня по ходу вебинара будет несколько вопросов к вам, чтобы у нас получилось не такое одностороннее общение, и я ваши ответы тоже буду читать и комментировать. И в конце обязательно оставлю время на вопросы. Если я пропущу ваш вопрос, пока рассказываю сам вебинар, а вам важно получить на него ответ или какой-то комментарий, или согласие от меня, что можно написать нам, и мы все ответим, то, пожалуйста, в конце вебинара, когда я скажу вот теперь время на вопросы, то не стесняйтесь, продублируйте его, чтобы я его точно увидела. Еще у меня сейчас спрашивали в чате про презентацию. Та презентация, которая у меня открыта, она разрешена для скачивания. Были замечания, что она не открывается, поэтому я пока успела в момент своего представления сохранила ее в другом формате PowerPoint, и тоже ее выложила. Поэтому теперь там две разного объема. Посмотрите, пожалуйста, попробуйте, скачиваете ли какая-то из них. Если окажется, что обе у вас плохо работают, то я вам потом еще пришлю PDF-версию той же презентации. Либо успею в конце вебинара ее сделать, либо соберу у вас контакты и пришлю. Поэтому презентацию смотрите, скачивайте, и я буду еще в чат дублировать какие-то ссылки, если вы захотите их сразу оперативно посмотреть и открыть. На этом организационные вопросы все. Если нет никаких замечаний ко мне, а их вроде в чате нет, то я тогда сразу приступлю к степику, чтобы не терять и времени. И начну я сразу с вопроса. Я вот пыталась в чате уже спрашивать, кто вы и откуда. Теперь спрошу ваше отношение к степику. У меня здесь два вопроса. Первый вопрос. Знаете ли вы про степик? Проходили ли вы курсы или создавали курсы? Если у вас ответ «Да», то немного подробнее напишите. Например, я автор такого-то курса или я проходила какой-то курс. И второй вопрос. Какие у вас планы в отношении степика? Ну или по-другому, какая цель вашего присутствия на вебинаре? Вы просто хотите узнать, что такое степик? Вы уже курс собрались создавать или что-то еще? Я сейчас посмотрю в чате информацию и смогу скорректировать дальше свою презентацию. Так, пока я вижу, что ответа нет. В чат, то есть не создавали, значит, и кто-то проходил курсы. В чат у нас такая, давайте, будет живая площадка для обмена мнениями и впечатлениями. Если проходили курсы и вам что-то очень понравилось, присылайте в чат, чтобы мы все посмотрели. Если сами создавали, вот Ольга Алексеевна пишет, что создавала курс. Если вы готовы поделиться с коллегами своим курсом на степик, то тоже делитесь в чате. Не создавали, но хотите использовать курс, хотите создать возможность размещения на платформе курсов. Хорошо, тогда получается, что у нас сегодня в основном специалисты, которые готовы сами создать курс, либо создать курс от имени какого-то учебного заведения. Так, хотим создавать курсы, хорошо. Станислав Александрович, вы, кажется, еще наш курс по созданию курсов проходите. Если я правильно помню, кто-то писал как раз про микроисследования. Переделать с мудла, хорошо. Хорошо. Так, вот Павел Юрьевич поправляет, что презентация открывается. Тогда, если у кого-то не открывается, мне в конце чата почту напишите. Я вам пришлю другую версию, чтобы она восточно открылась. Так, ну и пока вопросов, вернее, ответов больше нет. Я так поняла, что в основном есть желание создавать курсы. Ну тогда я очень надеюсь, что вы еще на мой вебинар 20 декабря также присоединитесь. Если вы представляете какую-то образовательную организацию, например, вуз, и вы хотите в целом координировать работу по созданию курса, можно нам, вот мой третий вебинар, позвать еще кураторов, тех, кто будет с вашей стороны курировать создание курса и кто сам будет работать с платформой. У нас иногда такой способ взаимодействия полезен, когда есть организация, один человек, который в курсе, как создавать курсы, какие бывают курсы, и он нам передает информацию о преподавателях, о курсах, и, соответственно, он транслирует эту информацию и в учебном заведении. Вот такой формат очень подходящий, поэтому таких людей, если у вас есть, то приглашайте их тоже на вебинар. Спасибо всем, кто ответил. Давайте тогда переходим дальше. Было несколько вариантов нет, что не создавали, ничего не проходили на степике, поэтому я вкратце расскажу, что степик — это образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов. В этом году степику исполнилось 5 лет, и вот эта фраза «образовательная платформа и конструктор» — она лучше всего раскрывает то, чем мы являемся. То есть степик — это сайт в интернете, платформа, которая, во-первых, она онлайн, вам не нужно ничего устанавливать у себя, ничего скачивать не нужно. Вы можете через свой личный кабинет заходить с любого устройства, с любого компьютера, из любого города и страны на степик. И на степике одновременно можно учиться и учить. Именно поэтому я, спрашивая вас, что вы знаете про степик, спросила, а вы проходили ли курсы или вы сами создавали курсы. Если вы планируете создать курс на степик, то рекомендую для начала заглянуть на саму платформу и побыть в качестве учащегося. У нас довольно много курсов, возможно, вы подберете для себя что-то интересное и узнаете, как это вообще учиться на степике для того, чтобы потом помогать тем учащимся, кто ваши курсы будет проходить. Вот так платформа степик выглядит для учащихся. Вообще учащиеся на степике, они ассоциируют саму платформу с курсами. И есть даже такое мнение, что все курсы, которые есть на степике, сама команда степика и создает. Поэтому мы постоянно получаем от пользователей разные запросы о том, какие курсы им интересны. И они говорят нам, вот вы сделали курс по статистике, а почему бы вам не сделать еще и вот такой курс и вот такой курс. На самом деле команда степика занимается разработкой и развитием платформы. Сами курсы, те, которые у нас размещены, мы не создаем. Их создают разные партнеры и преподаватели курсов. Курсов на степике сейчас довольно много. Я вот здесь привела цифру 300 курсов. Это массово открытые онлайн-курсы, в которых уже учатся более тысячи человек. И еще в этом году у нас три курса перешли рубеж в 100 тысяч учащихся. Это, ну, можно считать самыми популярными курсами на платформе степик. Это программирование на питоне, это программирование на C++ вводный курс, и для школьников, и любых начинающих подходит. И это подготовка к международному экзамену TOEFL по английскому языку. Мы в самой платформе степик ориентируемся в основном не на такие статичные цифры, как число курсов или число учащихся. Мы хотим рассматривать жизнь платформы в динамике. И вот один из показателей, на который мы ориентируемся, это показатель, сколько решений в неделю сдают нам учащиеся. И вот сейчас, осенью, ну, вот уже зимой 2018-го, показатель превысил миллион, то есть около миллиона решений в неделю платформа степик проверяет. И все решения сдаются в заданиях с автоматической или с ручной проверкой. Ну, и в среднем процент завершения массовых курсов около 10. Вот тот курс, который я представила на этом слайде, курс основы статистики, один из самых популярных. Там, наверное, самый высокий, около 30 показателей завершения курса. Что мы предоставляем учащимся? Большинство курсов на платформе степик, они бесплатные, в них нет ограничений по прохождению. Интерфейс сайта сам размещен на шести языках, то есть это дает возможность и преподавателям создавать на привычном им языке. И, соответственно, учащимся тоже проходить. Ну, самые популярные языки на степике это русский, английский и немецкий курс. Немецких курсов тоже довольно много. Мы ориентируемся на открытость. Мы за открытость курсов. Здесь есть такая аналогия с книгами, с учебниками. Если книга уже написана, учебник уже подготовлен, то не стоит его закрывать от других людей, а стоит, наоборот, давать его другим людям, чтобы они учились. Поэтому мы в первую очередь ориентируем преподавателей на то, чтобы, если курс онлайн уже создан, то периодически его перезапускать как можно чаще, либо вообще оставлять в таком открытом режиме. На степик сейчас, наверное, большинство массовых открытых курсов созданы в режиме доступности всегда. То есть они всегда открыты, в них можно учиться в любом темпе и в любое время, которое подходит учащимся. Ну и мы ориентируем на активное общение внутри курса для того, чтобы онлайн-курс воспринимался как такое место, где можно и знания получать, и с преподавателями пообщаться, и с другими учащимися тоже пообщаться. И платформа довольно удобна для прохождения курсов. Нужен только доступ в интернет. Есть мобильные приложения. В мобильных приложениях даже не нужен доступ в интернет. Если вы заранее курс скачали, то можно потом проходить его в любое свободное время. И в мобильных приложениях, и на сайте много полезных инструментов, напоминания о курсах, рекомендации о курсах, разные инструменты для удобного решения задач. В мобильных приложениях у нас сейчас есть возможность пользователям даже поставить собственные дедлайны. Вот я сказала, что у нас большинство курсов открыты всегда, но есть пользователи, для которых важно наличие каких-то сроков, которые их стимулируют, мотивируют заканчивать курсы. И такие собственные дедлайны можно поставить в мобильных приложениях. Есть каталог курсов в Степике, каталог как раз открытых курсов. Курсы там отсортированы по пользовательской оценке, чуть позже про это расскажу. И в этом каталоге можно найти подходящий курс для себя. Есть вопрос про то, сколько людей заканчивают массовые курсы. Да, массово открытые курсы заканчивают не 100% пользователей. Около 30% пользователей после записи на курс всего лишь только заходят в первый модуль и до конца курса проходят в среднем около 10%. И 10% это считается хорошим показателем, так как во многих местах он гораздо меньше. А в мобильных приложениях есть возможность скачать видео курсом. То есть если есть видео в курсе, то его можно скачать и офлайн просмотреть. К сожалению, не помню модулями или курсами. Я могу позже уточнить, если вопрос еще останется. И это вот было мое такое вступление про то, что такое степик для учащихся. Здесь были в чате некоторые коллеги, которые говорили, что проходили курсы на степик. Если у вас есть какие-то интересные курсы, которые вам кажутся будут полезными другим людям в этом чате, то напишите название, поделитесь ссылками. Я, например, потом, если вы название напишите, то я прокомментирую или ссылку пришлю в чат тоже. И переходим тогда к следующему этапу вебинара. Поговорим о том, для чего создавать онлайн-курсы, кто их создает. И я поделюсь разными примерами от степика. И вот у меня повторный вопрос теперь уже про создание онлайн-курсов. Создавали ли вы сами онлайн-курсы? Если да, то напишите, пожалуйста, в чат, с какой целью, для чего вы создавали онлайн-курс. Если еще не создавали, то напишите, а для чего вы хотите создать онлайн-курс. Или если совсем нет желания создавать онлайн-курсы, вы пришли послушать, то напишите, как вам кажется, а зачем вообще преподавателям создавать онлайн-курсы. По математике и программированию. Отлично. Вначале я, когда показывала слайд с курсами на степике, там были самые популярные темы. И самый популярный курс на степик по программированию, как раз по математике. Вот здесь упоминают основу статистики, программирование на R. На степике разные типы заданий есть. И есть сложные типы заданий, программирование, анализ данных, которые на степике очень удобно выполняются и проверяются. И поэтому степик для таких курсов подходит. Татьяна Алексеевна, буду упоминать заочников и вечерников. Наверное, нужно создать онлайн-курс для того, чтобы они имели доступ к материалу. То есть это как частичная замена очных занятий. Поправьте меня, если я не права. Окошко чата маленькое. Если вдруг кого-то пропускаю, то прошу прощения. Я стараюсь вроде бы все читать. Да, вообще, сделаю комментарий про качественное образование. Можно получать бесплатно. Сейчас столько много разных сервисов, интернет-ресурсов, сайтов, где можно получить информацию. И, по сути, те люди, которые это делают, они избалованы уже разным наличием всех этих сервисов. И многие из них действительно бесплатные и действительно качественные. Вот интересный курс для педагогов. Отлично. Да, возможно, автоматически проверить, повторить материал для внеурочной деятельности. Хорошо. Очень интересные у вас планы. Я надеюсь, что все, что написали в чат сегодня, все это вам можно будет реализовать. Ну, и я, наверное, теперь поделюсь такой смесью своего мнения и расскажу на степике, какие курсы, для чего люди их создают. Рассказывать буду вот в таком формате. Буду приводить примеры, кто именно создает курсы и в каких целях. Те цели, которые вы мне сейчас написали в чат, если у меня здесь их нет, я их тоже зафиксирую. И вот на следующей презентации, возможно, про ваши курсы и про ваши цели тоже буду рассказывать. Первую категорию, которую я написала, это индивидуальные авторы. И написал ее первой, потому что с ними интереснее всего работать. Конкретно мне. Потому что обычно, когда авторы приходят делать курсы, у них есть внутренняя мотивация, у них есть внутренняя цель, а не какая-то цель извне. Не какая-то цель извне. И поэтому мы их еще называем авторы с горящими глазами, у которых есть действительно понимание, зачем и почему они хотят создавать курсы. И вот несколько целей здесь привела, для чего люди делают курсы на стейпике. Это преподаватели для автоматизации проверки заданий делают, я видела об этом информацию в чате. Для замены очным курсом, об этом вы тоже писали, или перевернутый класс, когда, например, студенты просматривают видео-лекции или читают теоретический материал дома, а онлайн-курсы, а на занятиях они разбирают какие-то сложные задачи. Также распространение знаний, например, это также причина для создания курса и очень хорошая, если делают такие массовые курсы. Ну и вот с недавнего времени у нас появилась возможность платные курсы создавать, поэтому монетизация своих курсов – это теперь тоже может быть причиной создавать курс на стейпике. В чат добавился Максим Скрябин отвечает на вопрос как раз про чужие модули. Спасибо большое Максиму. И вот про индивидуальных авторов хочу несколько примеров от стейпика привести и показать несколько скриншотов курсов, которые сделали как раз индивидуальные авторы. Здесь я показываю скриншоты специально той страницы, на которой указано, сколько число людей записалось на курс, сколько получилось сертификата и сколько оставлено отзывов. И вот первый курс, который я покажу – JavaScript для начинающих, создан разработчиком Антоном Холиным, основная цель которого – действительно поделиться знаниями и в таком популярном языке программирования, как JavaScript. Вот около 37 тысяч людей уже записалось на этот курс в течение года. Курс по китайскому языку создан Дарьей Шуруповой. Это преподаватель китайского языка, она преподает в школе, у нее есть, собственно, методика преподавания китайского, и цель создания курса была, с одной стороны, опробировать эту методику на большом количестве людей, потому что в учебном классе их гораздо меньше, чем вот 12 тысяч, которые сейчас на курсе. Ну и для своих учеников создать такую площадку, где они могут повторить задания, посмотреть материал, если нет возможности связаться с преподавателем. И еще один курс «Основы интернет-маркетинга». Курс появился в этом году, и вот я рассказывала, что у нас есть каталог степика, где курсы по популярности отсортированы. Вот буквально за полгода курс из абсолютно нового добрался до тройки лучших курсов на степике. Курс «Основы интернет-маркетинга» создан тоже индивидуальным автором Елизаветой Заславской, и у нее здесь были цели. Во-первых, ей хотелось тот материал, который у нее есть и наработан в рамках разных очных занятий перенести в онлайн. Ну, это, по сути, аналог книги, вот про которую я пример приводила в начале. То есть создать онлайн-курс и сохранить в нем все имеющиеся свои материалы и наработки. Ну и вторая цель у нее была что-то вроде пополнения своего резюме, когда можно говорить потенциальным работодателям о том, что создан онлайн-курс. Вот такие отзывы в нем есть, вот столько людей уже проучилось, и, соответственно, методику преподавания уже можно считать проверенной на таких пользователей. Перехожу дальше. Следующая категория пользователей, которые делают курсы на степике, это учебные заведения. И здесь я привела то, что я под этим понимаю, потому что курсы на степике создают и школы, и колледжи, институты, вузы, и разные онлайн-школы другие, для которых степик оказался более подходящим, чем их собственные площадки. Разные организации репетиторства, организации дополнительного профессионального образования, очные онлайн-школы по развитию разных навыков. Здесь, когда я говорю про учебные заведения, я подразумеваю, что курсы созданы именно от имени этих учебных заведений. То есть это не преподаватели вузов создали, как индивидуальные преподаватели, а это курс именно от какого-то вуза, от какой-то школы, а там уже несколько преподавателей, например, в них поучаствовали. Для чего создают такие курсы? Я думаю, как представители вузов, учебных заведений, вы мне тоже можете помочь. И если у вас есть мнение, пишите в чат. А то, что известно нам, это для профориентации, для пиара своего учебного заведения, для привлечения абитуриентов, возможно, для программ повышения квалификации или профессиональной переподготовки. Такие программы на степике тоже можно реализовать. Для проведения разных олимпиад, конкурсов. В общем, учебное заведение использует онлайн-курс для себя, тоже вот в качестве такого представления себя, как вуза, как школы, как какой-то онлайн-школы среди профессионального сообщества, среди абитуриентов, среди студентов. И несколько примеров здесь тоже приведу. Самой популярной организацией учебной на степике является Computer Science Center. Это такая образовательная организация, созданная при поддержке IT-компании JetBrains и Яндекс. Она работает в Санкт-Петербурге. И сейчас это самая крупная организация на степике, которая курс создает. Вот здесь, возможно, мелко на скриншоте, но можно будет потом в презентации посмотреть. У нас сейчас применительно каждому преподавателю и каждой организации мы подсчитываем число подписчиков, которые на все курсы этой организации подписаны. Вот здесь почти уже 200 тысяч подписчиков у Computer Science Center. Курсы они создают, во-первых, они их используют в очном образовательном процессе, и каждый преподаватель из этого центра создал еще свой онлайн-курс. И курсы у них в основном по программированию, по алгоритмам, по математике. Такие серьезные, академичные и хорошие курсы. А пример онлайн-школы, которая делает курсы на степике, онлайн-школы BigGeek. Вот это тоже из новых партнеров. Они в этом году к нам присоединились. Они делают курсы по подготовке к ЕГЭ, КОГЭ. То есть это онлайн-школа, которая занимается репетиторством. Они занимаются и частным репетиторством. И вот на степике они делают серию открытых, в первую очередь, курсов. Им это необходимо и для проверки своих заданий, и своей методики, и для привлечения пользователей и к своим очным программам. Среди примеров вузов, вузов у нас довольно много на степике. Я вот здесь привела Томский государственный университет. Он так оказался мне ближе всего в каталоге, когда я просматривала курсы. А вообще у нас ежегодно около 10 новых вузов на степик добавляются. И география вузов сейчас уже от Калининграда до Дальнего Востока. То есть от, например, Балтийского федерального университета Канта до Дальневосточного государственного университета. Томский государственный университет делают и массово открытые онлайн-курсы, и программы дополнительной подготовки. Поступил вопрос в чат про рекомендации по созданию курсов. Сразу отвечу, у нас есть несколько рекомендаций, основанных на успешном опыте тех курсов, которые на степике сделаны. У нас есть справочный центр, где мы выкладываем полезную информацию о степике, но мы вот в прошлом году подумали, что раз мы онлайн-платформа, и у нас делают онлайн-курсы, почему бы нам самим не сделать онлайн-курс о том, как делать курсы. Так появился курс под названием «Создание курса», «Курс для авторов степика». Мы там рассказали и про то, как работать с курсами из платформы, и какие есть рекомендации. И ссылка на этот курс будет у меня на слайде. И последняя организация, про которую рассказываю, Крымский центр экстренной медицины. Рассказываю про них в качестве примера, что создание курсов от имени учебных заведений может идти не только со стороны самого учебного заведения, а еще со стороны преподавателей. Вот, например, здесь курс «Первая помощь при остановке сердца» за последнее время стал одним из самых популярных на степике. Курс по клиническому использованию антибиотиков подготовили сами авторы. А затем уже они получили поддержку своего центра, и вот был создан такой профиль организации на степике. Еще пролистаю назад, чтобы показать сам интерфейс. Если у нас создаются курсы от имени учебного заведения, либо какой-то организации, то мы создаем для них вот такие специальные красивые профили. То есть это не профиль организации, вернее, это не профиль обычного пользователя, это такой специальный профиль организации. В нем даже название в адресной строке уже такое адаптированное под эту организацию. Поэтому если вы какое-то учебное заведение представляете, мы для вас тоже такое сделаем, только свяжитесь с нами. А, еще забыла про одну школу рассказать, о школе мобильного маркетинга. Такое маркетинговое агентство, тоже школа, по сути учебное заведение, создали курсы по мобильной рекламе в Facebook. И для пиара себя, и для привлечения пользователей на свои другие продукты. И еще одна категория, которая создает курсы на степике, это компании. А в первую очередь это IT-компании, потому что степик удобен для создания курсов по программированию, но могут быть и, в принципе, любые другие тоже. Для чего компаниям делать курсы? Обычно они делают массово открытые и бесплатные. Это для продвижения рекламы, такой косвенной рекламы своих продуктов, для привлечения себе пользователей на вакансии и стажировки. То есть компания делает курс на степике, там учатся пользователи, и можно, например, тем, кто закончил курс с отличием, потом разослать информацию про стажировки, позвать их на какие-то стажировки или даже на вакансии. Есть примеры успешного нахождения сотрудников через онлайн-курсы. Здесь тоже у меня есть несколько примеров. Самые крупные IT-компании, которые делают курсы на степике Mail.ru Group, вот они как раз делали несколько курсов по программированию, и им это было интересно и для пиара, и для привлечения студентов на стажировки. Альфа-банк, несмотря на то, что это такая не IT-компания, вот у них есть отдельное подразделение Альфа-опыт, которые проводили разные очные курсы. Они их в этом году перевели в формат онлайн, и у них курсы получились такие, не совсем похожие на формат массовых открытых, а скорее небольшие, маленькие такие бриф-курсы для короткого ознакомления. Google-реклама в этом году тоже присоединилась к степику, сделала курс по основам Google-рекламы, такой новый курс. И IT-компания JetBrains тоже создает и массовые курсы по программированию на степике, и еще использует степик для отбора студентов себе на стажировке. Еще несколько раз, здесь был вопрос в чате про использование чужих модулей онлайн-курсов. Там Максим ответил про то, что можно это согласить авторов. Есть возможность на степике использовать чужие онлайн-курсы, но не встраивая их к себе, а использовать их для своей образовательной деятельности. Вообще не всегда нужно создавать новый онлайн-курс, потому что онлайн-курсов много, и, возможно, уже есть какие-то курсы с интересными образовательными материалами, которые можно использовать. Их можно в качестве доп. литературы предоставлять, можно самим в этих курсах искать новые типы заданий. И вот у нас возникло много запросов от таких преподавателей, учителей, которые говорят, что вот я рекомендую курс на степике для прохождения своими студентами, но я никак не могу проконтролировать, как они его проходят. Например, я прошу предоставить сертификат, а там такие продвинутые студенты начинают пользоваться фотошопами, меняют фамилию в сертификатах, и, в принципе, все приносят, и все можно, в общем, сложно проконтролировать. И это привело к тому, что мы создали такую возможность, называется «Классы в степике». Это когда вы можете создать свой собственный класс. Вот Станислав Александрович тоже подсказывает в чате, наверное, уже удалось попробовать, что здорово. Это когда вы в любом открытом бесплатном курсе можете создать свой класс. Вы, естественно, сразу как автором бывает беспокойство, поэтому рассказываю, вы не получаете доступ к редактированию чужих материалов, вы не можете там ничего исправить, посмотреть код проверки заданий, то есть внутрь вы не заглядываете в курс. Все, что вы видите, это вы видите оценки ваших студентов в этом курсе. Например, вам понравился курс по, ну, предположим, по философии от Балтийского университета Канта, про который я упоминала. Вы хотите, чтобы ваши студенты тоже его прошли. Вы приглашаете студентов на степик, они поступают на курс и дают вам разрешение посмотреть их оценки. И когда они курс заканчивают, вы скачиваете отчет, табель успеваемости и можете узнать, кто как закончил курс. А если это какие-то курсы по программированию, предположим, или там нужно эссе какие-то писать, то вы можете еще их задания тоже просмотреть и увидеть. Есть вопрос про условия для вузов, запишу, чуть попозже на него отвечу, чтобы сейчас тогда не прерываться. Для того, чтобы создать класс, нужно зайти в любой курс, вот как у меня изображено на скриншоте, и в выпадающем списке в настройках есть опция создать класс. Дальше вам интерфейс степик уже подскажет. Здесь у меня ссылка еще представлена. Welcome to Stapic Core Class. И вот я думаю, что кто-нибудь наверняка спросит. Открыла заранее страницу. Сейчас вам в чат пришлю ссылку. Да, вот она отправилась. Можно будет потом после вебинара зайти посмотреть и воспользоваться классами. И еще один момент. Отдельно про него рассказываю. Про то, что степик можно использовать для проведения разных мероприятий, конкурсов, олимпиад. Можно это и проведение, и отбор делать. Для чего это удобно? Мгновенная оценка, получение информации от пользователей. У нас есть встроенный прокторинг, и можно посмотреть, действительно ли именно ваши пользователи проходят, что-то делают. И несколько примеров использования степика. Тоже кратко расскажу. На степике несколько лет проходят международные олимпиады по биоинформатике. Олимпиады НТИ тоже несколько лет уже проходят на степике. Там заочный этап проходит на степике. То есть, я думаю, вы знаете про эту олимпиаду. Если не знаете, можете потом посмотреть. Или на самом степике ее найти, посмотреть, какие у них есть курсы. То есть, они создают закрытые курсы, на которые приходят школьники, проходят олимпиаду, и затем организаторы подсчитывают результаты. И от того, что у них есть несколько сложных заданий, симуляторов, все это проверяется автоматически, им это удобно для сбора статистики. Также тотальный диктант сотрудничает со степиком. Пару лет назад сам диктант проходил на степике. Сейчас курсы по подготовке. И еще у тотального диктанта есть отдельная акция «Тест труд» по русскому языку для иностранцев. Вот он тоже автоматически проверяется и проходит на степике. Поэтому, если есть какие-то такие интересные идеи разных олимпиад, конкурсов, отборных мероприятий, и их на степике тоже можно делать. Ну и на следующих слайдах я немного привела логотипы тех партнеров, компаний и вузов, которые с нами сейчас сотрудничают и курсы делают. Ну, здесь стоит такой многообещающий знак «плюс». Вот вы, когда писали в чате, говорили про несколько вузов, которые на степике еще не представлены. Например, Пермский государственный университет, я видела, есть в чате. У нас нет от вас курсов. Будем очень рады и с радостью вас сюда тоже добавим. И еще, помимо русскоязычных курсов на степике, довольно много англоязычных курсов. Я здесь тоже несколько представила, потому что я практически их не касалась в разговоре. Вот как раз зарубежные вузы активно используют степик, индивидуальные преподаватели, для того, чтобы автоматизировать проверку домашних заданий, для того, чтобы отправлять своих студентов просматривать какие-то материалы, для того, чтобы перенести на степик лабораторные работы. И вот совсем недавно, например, география настолько расширилась, что в Уганде преподаватели по биоинформатике тоже начали делать курсы на степике. Было очень приятно и интересно за ними посмотреть. Теперь перейду вам конкретно про работу степика с преподавателями. И вот здесь как раз отвечу на вопрос еще и про условия сотрудничества. Курсы на степике могут создавать все те, кто зарегистрировался на платформе. То есть у нас нет такого входного контроля для того, чтобы не ограничивать преподавателей и учителей, которые хотят таким инструментом воспользоваться. То есть вы просто регистрируетесь на степике, тем самым принимая наши условия использования платформы, принимая ответственность за размещение материалов, соглашаясь с нашими правилами и условиями, и вы уже можете создать себе курс. Если вы представляете учебное заведение, то чаще всего вы тоже можете создать курс как отдельный преподаватель, но между ВУЗом и степиком при необходимости мы можем с вами заключить соглашение. Будет соглашение о взаимном сотрудничестве, в котором будет прописано, на каких условиях вы размещаете курсы, на какой срок, какие конкретно курсы, что мы вам предоставляем. С преподавателем мы такого не заключаем, если речь идет об открытых курсах, так как для нас достаточно регистрации и приема наших условий использования платформы. Поэтому, если вас интересует именно соглашение как с ВУЗом, то вот я такими соглашениями занимаюсь. Можно будет мне по моим контактам в конце вебинара написать. Я образец пришлю, расскажу подробно. Также у нас действует на степике лицензия на открытые курсы Creative Commons. Она как раз означает, что все материалы, которые вы выложили, они могут быть использованы другими преподавателями в рамках той же функции класса, ну и в принципе в любой образовательной деятельности другого преподавателя. Если вы создаете открытые онлайн-курсы, то вы ничего не платите за использование платформы. Вот эта возможность полностью бесплатная. Если ваш курс тоже бесплатный и открыт всем учащимся. И он размещен в нашем каталоге. Я прямо на следующем слайде поясню разницу между курсами. Что мы еще предоставляем? У нас есть конструктор для создания курса. Вот он как раз, про него я говорила, он полностью онлайн. Ничего устанавливают, никаких доп-модулей, ничего не нужно. У нас есть видеостудия, металлическая и техническая поддержка. Это если кратко. Перехожу дальше подробнее. Вот был, я часто упоминаю термин открытые, закрытые, платные курсы. Вот сейчас специально этот слайд для того, чтобы пояснить, что это такое. Если вы делаете открытый курс, то мы с вами сотрудничаем полностью бесплатно. Вы приходите, регистрируетесь, создаете курс. Если вы хотите от имени учебного заведения, то с нами нужно подписать соглашение. И тоже продолжать размещать курсы. Действует лицензия Creative Commons. Все открытые курсы у нас размещены в каталоге. Курсов я, наверное, тоже его вам сейчас пришлю, пока рассказываю. Все курсы в каталоге, они у нас отсортированы, тоже уже говорила, по пользовательской оценке. Это означает, что мы уважаем пользователей и считаем, что пользователи, как никто другой, особенно по отношению к бесплатным курсам, лучше всего эти курсы оценивают. Поэтому мы учитываем активность пользователей в курсах, смотрим на отзывы пользователей в курсах, смотрим на их поведение. И то есть если вы сделали открытый курс, и вы соблюдаете те рекомендации, которые есть, то ваш курс появится у нас в каталоге, и его заметят и другие пользователи, не только те, кому вы сами про этот курс расскажете. Две другие опции. Есть такое понятие, как закрытые курсы, или по-другому приватные курсы. Я, давайте, вроде я успеваю, тоже буду вам высылать в чат сразу информацию, чтобы вы могли, например, перейти и что-то у меня спросить. Особенность закрытых курсов в том, что эти курсы не видны в каталоге. Их нельзя найти в поиске, их никто не найдет, пока вы сами людей туда не пригласите. Для чего это нужно? Вы можете не захотеть выкладывать все материалы под открытой лицензии. Например, вам важно сохранить приватность ваших материалов. Либо вы репетитор, и у вас есть какая-то очная группа, которая, предположим, платит, или по каким-то другим критериям она доступна для этого курса. В таком случае можно сделать приватный курс. В нем нельзя будет создать класс, он не будет виден в каталоге. Для создания такого курса нужно будет оплатить платную подписку. Я вот как раз вам прислала ссылку на приватные курсы и на тарифы. Для преподавателей, представителей учебных заведений мы предоставляем значительную скидку. И также не сказала, вот когда рассказывала про классы, но я думаю, вы перешли на страницу классов, посмотрели. Если вы делаете класс до 500 человек, то он бесплатный. И либо если вы преподаватель, учитель, имеете отношение к образованию, то вам тоже классы будут всегда бесплатны, сколько бы вы людей не пригласили. Мы поддерживаем образование. И вот третья категория курсов, про которую как раз на следующем вебинаре Юля расскажет подробнее. Но я тоже кратко ее коснусь и вам ссылку в чат пришлю. Это платные курсы на Степике. Новая опция, когда можно сделать курс, и пользователи будут находить этот курс и должны будут заплатить вам за него. Здесь не нужно платить подписку, но Степик берет комиссию по платежам. Курсы и их стоимость можно будет найти напрямую в каталоге. Это вот про три категории курсов, с которыми можно работать. Еще раз повторю, что открытые курсы полностью бесплатные, нам ничего не нужно платить. Мы вам и методически, и технически готовы оказывать поддержку в любое время. Закрытые курсы – это нужна подписка постоянная. Платные курсы – это если вы хотите продавать свои курсы, мы берем комиссию по платежам. Теперь расскажу, какие есть возможности по созданию курса. Вот тут сразу вопрос про Министерство образования, тоже отвечу. Напрямую нет, но вот мы входим в проект «Современная цифровая образовательная среда». Если ваши курсы размещены на Степик, то мы можем их разместить дополнительно в этом сервисе ССОС. И вот там как раз есть возможность учитывать результаты. Вот Максим скидывал выше ссылку на курс про создание курса на Степик. Я, наверное, ее продублирую. Здесь есть немного информации про ССОС, но я думаю, вы, в принципе, тоже, наверное, уже в курсе. Это можно дополнительно потом с нами пообсуждать. Если вы хотите создать курс, то мы представляем, во-первых, возможность записывать этот курс у нас в видеостудиях. Вот у меня здесь написано «платная или бесплатная запись». Мы в последнее время не проводим платные съемки, но мы порекомендуем вам хорошую видеостудию, если вы платно хотите записывать. Бесплатная запись у нас тоже возможна. Она имеет ограниченный характер, так как у нас ограниченные ресурсы. У нас две видеостудии и не так много людей, которые занимаются этими студиями. Поэтому при бесплатной записи мы приоритизируем IT-курсы, которые могут быть популярными в будущем. И с нами нужно согласовать план и программу этого курса. Если вас по студии что-то заинтересует, то тоже мне потом напишите. Также мы представляем конструктор уроков и курсов. Он есть сразу на сайте. Его я подробнее буду обсуждать на своем третьем вебинаре 20 декабря. Но пока просто расскажу, что там единый конструктор, где можно собирать курсы из таких кубиков шагов и уроков. То есть в онлайн-курсе можно комбинировать видео, тексты, картинки, разные типы заданий. И там же в курсе предоставляется общение. И в общем, поэтому это называется конструктор, потому что можно его так собирать себе в курс. И также мы представляем техническую поддержку, методическую помощь. Техническая поддержка у нас есть в справочный центр. Если у вас есть какие-то вопросы к степику технического характера, то их можно писать вот на эту почту. Тоже выкладываю в чат. У нас поддержка очень оперативная. Если что-то будете писать, присылайте сразу ссылки на ваши материалы на степике, чтобы мы их могли оперативно посмотреть. Ну и методическая помощь. Это вот уже можно обратиться ко мне, если нужно, чтобы мы посмотрели курс. Может быть, сравнили его с другими курсами на сайте по вашей же тематике. Может быть, что-то посоветовали и помогли. Что у нас есть для преподавания? У нас есть около 20 разных типов заданий с автоматической и ручной проверкой. Автоматическая проверка означает, что это мгновенная проверка. И ваши учащиеся, как только сдают задание, сразу не узнают ответ, но узнают, правильно ли они выполнили задание или нет. Это тесты, это численные задачи, это текстовые задачи, таблицы, сопоставления, сортировки. Задачи с формулами математические, задачи на программирование, задачи на анализ данных. И также, вот видела, что есть в чате авторы курса по программированию. Если у вас есть какие-то свои типы заданий, размещенные у вас на сайте, у вас есть сервер, который их проверяет, его можно подключить к степику и интегрировать его в курс. То есть люди будут решать задания где-то у вас, а оценки будут в общем вашем курсе на степике. Также степик преподавателям не предоставляет контакты учащихся, которые учатся на курсе. Мы не имеем права разглашать сведения об их электронных адресах почт, но мы даем возможность вам с ними общаться напрямую. Во-первых, в каждом курсе есть комментарии. Комментарии у нас есть к каждому шагу, и там можно отвечать на комментарии, модерировать комментарии, можно что-то самим выкладывать в комментариях. И еще есть возможность писать письма. Почему-то мало преподавателей об этом знают, хотя это, на мой взгляд, отличная возможность, когда у вас есть курс, и вы можете пообщаться с теми, кто учится на этом курсе, отправив им письмо. То есть мы вам не передаем их электронные адреса, но мы ваши письма им доставляем. Можно сделать письмо, которое будет отправляться сразу, как только пользователь к вам поступит на курс. Там ему сразу рассказ о том, что это за курс, почему, как его лучше проходить. И можно периодически писать письма, а можно сделать рассылку писем по условиям успеваемости. Например, вы создали курс, и вам интересны люди, которые закончили курс на 100%. Вы хотите к модераторам пригласить, либо на какие-то очные программы ваши позвать. Тогда вы можете такое автоматическое письмо настроить, и как только человек получает 100 баллов, независимо от того, когда он закончил курс, первую волну курса, или вот он только сейчас приступил и тоже прошел, ему будет автоматически от вас такое личное хорошее письмо уходить. Поэтому, если делаете курс на степик, обязательно пользуйтесь такой возможностью. Дальше. Мы предоставляем возможность выдавать сертификаты по курсу. Вот сертификат выглядит так, как вот сейчас представлен на степике. Так оказалось, что я свой личный скриншот представила. Даже прошла курс по основной статистике, про который вот в чате уже упоминалось. В сертификате можно свои оставить подписи, фамилии, свой логотип. Сертификаты мы включаем не во всех курсах, так как на степике от того, что курс создать могут все желающие, есть много таких маленьких курсов, которые там для небольшой группы пользователей, преподавателей создали. Сертификаты мы начинаем включать в массовых открытых онлайн-курсах, в которых уже достигнут определенные показатели по отзывам и по числу учащихся. Ну и у нас есть подробная аналитика по курсу. В принципе, все данные, которые мы об учащихся собираем, те данные, которые касаются именно обучения их на степике, о том, какие баллы они получают, как они задания проходят, сколько делают попыток. Даже если это какое-то эссе, мы можем включить проверку на плавиат или на жульничество, какие-то необычные рецензии. Все это мы вам выдаем. То есть вся аналитика по курсу, вся статистика по курсу, она доступна бесплатно также преподавателям внутри самого курса. И по каждому заданию мы считаем подробную статистику, тоже ею делимся, сколько попыток было сделано, сколько было успешных решений. Опять же, вот на вебинаре про мастер-класс прям приведу скриншоты и покажу, где всю эту подробную информацию можно найти. Еще на степике есть возможность сделать не только открытые, закрытые там и любые другие онлайн-курсы для обучения, можно еще проводить оценку знаний. Что здесь можно делать? Можно экзамены настроить. Это будет отдельный модуль в курсе под названием экзаменационный модуль, в нем будет индивидуальное время у каждого человека. Например, вы можете отметить, что на прохождение экзамена вы даете один час, но проходить его можно в течение дня. То есть каждый человек в тот момент, когда он зашел, у него начинается отсчет времени. Это вот такой экзамен. Ну и несмотря на то, что мы хотим, чтобы курсы были всегда открыты, в них люди всегда учились, но мы понимаем, что бывают случаи, когда необходимы какие-то ограниченные меры. У нас они тоже есть. Можно ставить дедлайны временные, можно делать ограничение попыток, можно делать ограничение доступа к материалам. Например, можно открывать последующие модули, только если люди прошли предыдущие модули и набрали в них какое-то количество баллов. Ну и вот настройку писем. В зависимости от набранных баллов тоже можно использовать для какого-то обучающего эффекта. Например, только те, кто прошел на 100%, можно позвать свой новый приватный курс. Только они смогут перейти по этой ссылке. Татьяна Алексеевна спрашивает в чате, как пригласить своих студентов. Вы можете пригласить студентов несколькими способами. Можно просто дать им ссылку на курс. Можно сгенерировать им специальную ссылку, такую приглашающую. Все, кто перейдут по этой ссылке, сразу попадут и запишутся на курс. Им не надо никаких действий делать. Можете вообще список студентов загрузить либо по их ID на степике, либо по их имейлу. Если загрузить имейл человека, который не зарегистрирован на степике, ему придет приглашение сразу и зарегистрироваться, и на курс поступить. Отслеживать, что именно ваши студенты учатся, можно в списке студентов. Если у вас курс открытый, но вам очень важно, чтобы проверить отдельно ваших студентов, предположим, то можно в вашем же собственном курсе тоже создать класс и пригласить туда только тех, кого нужно отдельно отследить. Например, у вас курс массовый, пусть все желающие учатся, но ваших вы будете отдельно отслеживать, тогда их в класс приглашаете к вашему студенту. По итогам курса мы выдаем сертификаты. Сертификаты – это сертификаты, которые просто подтверждают то, что студент прошел курс. То есть вы можете сделать их обязательными, и, например, потом, когда вам студенты приносят эти курсы, сертификаты, выдавать им, выписывать им удостоверение о повышении квалификации. Еще возможность для авторов. Здесь были авторы, которые рассказывали про Moodle. Можно встроить степик куда-то себе, на какой-то сайл пайфрейм. Вот здесь справа картинка, как тотальный диктант вставляет степик. Слева картинка, как степик встроен в Курсеру. То есть если у вас есть еще где-то открытый курс, но там не хватает каких-то возможностей, а на степике они есть, но на степик вы не хотите полностью переходить. Или, например, вы должны сделать это, вот если в вузах или в школах, именно в Moodle курс, только там, у вас там есть личный кабинет, то можно туда встроить степик, и учащиеся будут проходить курсы на степике, а их оценки собираться вот в нужной вам системе. Можно либо в справочном центре найти об этом информацию, либо нам тоже написать. Мы об этом расскажем. И я вот... Смотрю на время, что осталось 5 минут до окончания вебинара. Возможно, я так слишком быстро про что-то рассказала, поэтому сейчас есть возможность во-первых, ответить мне на вопрос, после того, что я рассказала, изменилось ли у вас планы в отношении степика. Может быть, вы хотели делать курсы, но передумали, потому что решили, что слишком скучная платформа. Или наоборот, решили сделать у нас курс. Делитесь, пожалуйста, мне вот это будет полезно. Ну и время задавать мне вопросы. У меня осталось только поделиться с вами еще раз всеми ссылками, про которые я говорила. Они будут на следующем слайде, после того, как я отвечу на вопросы. Наталья Валентиновна, и вам спасибо. Я надеюсь, все получится. Степик будет с вами на связи. Да, мой контакт будет на следующем слайде. Спасибо, что написали. Спасибо студентов. Надеюсь, мы студентам и преподавателям помогаем. Марина Алексеевна, вам тоже удачи. Аркадий, Аркадий, я думаю, попробуйте. Если что-то нужно будет по Олимпиадам, тоже пишите. Спасибо большое. Вы все активные рассказали, интересные мне вещи. Я даже некоторые вузы записала, кто сегодня пришел. Да, давайте пока вы еще задаете вопросы. У меня был открыт справочный центр. Я пришлю вам пока статью. Статью про интеграцию с другими платформами. Она вот у меня тоже открыта. Буду рада, если кто-то воспользуется. Да, сегодня у меня такой вводный вебинар получился. Я постаралась максимально вам рассказать о том, что такое Степик. Очень надеюсь, что у вас это осталось. Пока пишите вопросы. Да, на третьем вебинаре мы рассмотрим подробнее. Вот прям пройдем путь, что же такое курс, как его создать. Я оставлю сейчас свои контакты. Если у вас есть какие-то пожелания, чтобы я про что-то вот прям показала в режиме, там, полу-онлайн режима какой-то курс, или показала что-то из интерфейса Степик, можно мне на почту написать с пометкой к вебинару 20 декабря. Я этот вопрос обязательно включу. Вопросы вроде затихли. Ну, тогда, да, можно тексты... Вот, прочитаю вопрос, вдруг кто-то не прочитал. Видео можно текстом сопровождать, либо это отдельные модули. Можно что делать? Во-первых, можно в видео включать субтитры, если нужно, есть специальный интерфейс для этого. Во-вторых, очень полезная такая штука, можно делать видео, а к нему рядом делать текстово. Не будет рядом, будет следующим шагом полную текстовую трансляцию. Полную текстовую трансляцию того же, что у вас в видео. И это вот очень полезно, потому что иногда бывает так, что люди смотрят онлайн-курсы где-то на бегу, слушают, например, в наушниках в метро. А бывают случаи, когда там человек где-то на какой-то конференции у него нет возможности посмотреть видео, а ему задачку хочется сделать, он тексты тогда учитывает. Вот. Было очень интересный вопрос, что нежелательно включать в онлайн-курсы. Это, наверное, отдельная тема для вебинара. Если кратко, то там не следует делать видео более 10 минут, потому что у людей теряется интерес, и они не готовы просматривать дальше. Это подтверждено разными исследованиями. Курс желательно делать разнообразным. То есть, например, не надо вставлять 10 видео подряд, на которых одно и то же. Не надо делать 20 одинаковых тестов однотипных подряд. Платформа Stepik помогает вам разнообразить материал и добавить там табличную задачу, задачу с пропусками, тесты, все, чтобы было интересно и интерактивно. Там не нужно делать длинные слайды и включать огромные картинки, потому что люди проходят курсы с телефона. Если на картинках мелкий текст, они его не увидят. Ну и у нас есть рекомендации. Включу, наверное, их все же в следующий вебинар. У нас есть рекомендации, какие курсы чаще всего люди заканчивают, сколько в них должно быть примерно уроков и модулей. Это вот тоже мы посчитали, посмотрели по статистике. Про требования платформы. Да, я не коснулся этого вопроса. Я сказала, что у нас разрешено всем желающим создавать курсы, но мы все же следим за тем, какие курсы создаются на платформе. У нас есть два таких инструмента. У нас есть чек-лист для преподавателя, он прям встроен вам в курс. Мы этим чек-листом подсказываем вам, что еще нужно сделать в курсе. Например, у вас какие-то шаги с ошибками, не все задания у вас проверены. Это вот такие наши формальные требования. Если они не соблюдены, мы не будем курс продвигать в нашем каталоге, и мы не поставим к ним галочку, что курс проверен и одобрен степиком. И вот есть такие рекомендации, основанные тоже на опыте нашей работы с другими курсами. Если эти рекомендации соблюдаются, и если ваш курс соответствует нашим внутренним критериям, который у нас есть, то мы ваш курс будем рекомендовать учащимся, включать в рассылки и поднимать его где-то в рубриках, в каталогах, упоминать. То есть вот у нас есть такие формальные критерии технические и вот такие критерии качества. Ну и вот полезные ссылки, но кажется, я все про это... Виктория Николаевна, вот в курсе по созданию курса, который мы выкладывали в чат с Максимом, можно посмотреть эти критерии. Я, в принципе, про все вроде рассказывала. Сайт проекта stepic.org. Вот здесь есть ссылка на общий лендинг для авторов. Наверное, я его еще не выкладывала. Это вот такая общая информация про то, ну, как вообще происходит работа с авторами, можно посмотреть. Курс о курсах Stepic.org 5207. И наши соцсети, заходите в них. Там мы иногда выкладываем информацию для учащихся, иногда для авторов про изменения в Stepic. Тоже рассказываем. И мои контакты. Еще раз, что меня зовут Наталья. Моя почта, можно на нее писать. В принципе, любые вопросы, если я технически не смогу что-то ответить, перенаправлю ваш вопрос в техническую поддержку, либо Юлии, например, про платные курсы. Но если будут какие-то вопросы личные ко мне, про курсы можно посмотреть. Так, вот про инструкцию по созданию курса отвечу тоже, пока мне не закрыли возможность выступать. Давайте я тогда приведу две сейчас ссылки, пока есть время. Вот это ссылка на создание курса. И есть вот прям вот такой пошаговый гид, что нужно делать, чтобы курс создать. Подождите, я выкладываю. Все, кажется, наверное, я все, что могла, вам уже прислала и поделилась. Курс о создании курса. Я там один из авторов. Там в комментариях я тоже иногда отвечаю. Если будут вопросы, в комментариях их спрашивайте. Ну и вроде сейчас у нас вопросы закончились. Тогда от меня вам большая благодарность за то, что вы вопросы вовремя задавали, на мои вопросы отвечали. Большое вам спасибо, Павел Юрьевич. Мы вроде бы закончили тогда моментов. Наталья, огромное спасибо. Да, признак мастерства спикера полностью уложится в отведенное время. Наталья блестяще справилась с этой задачей, при этом рассказала все, что считала нужным. Совершенно замечательно. Мне сегодня очень понравился наш чат, в котором была бурная деятельность. Я надеюсь, что те, кто пришли не просто так и начнут воплощать свой интерес в сотрудничестве со степиком, собственно, это и наша задача помочь вам в том, чтобы соединить вас с вендорами, с создателями программного обеспечения, создателями платформ и так далее. Я надеюсь, что те два вебинара, которые остаются у нас по платформе степик, также будут для вас интересны. Не останавливайтесь, пожалуйста, на этом вебинаре. Пройдите все три вебинара, тогда будет это в наибольшей степени полезно для вас. Ну что ж, а я с вами прощаюсь, прощаюсь с Натальей до следующего ее вебинара, который состоится 20 числа. Напоминаю, что 12 числа вебинар Юлии состоится, который тоже будет посвящен степику. Ищите нас в расписании и регистрируйтесь на вебинары степика. Кроме того, Директ Академия – это вебинар каждый день. Не забывайте нас, приходите на наши вебинары. Завтра, послезавтра, в пятницу каждый день у нас вебинар. Всего вам доброго, до новых встреч в Директ Академии. До свидания. Продолжение следует...